Решать вопросы безопасности – прямая обязанность ответственных лиц, органов и учреждений. Вот только, как показывает практика, не всегда люди подходят к этому должным образом. В Иркутске и в Братске специалисты прокуратуры приостановили работу сразу двух пансионатов для престарелых. В заведениях были выявлены массовые нарушения. Какие именно, узнаете в следующем материале. Сейчас в этом здании открыта разве что форточка. Оно и понятно. Привлекать к себе внимание владельцы пансионата для престарелых не хотят. Все потому, что прокуратура выявила здесь массу нарушений противопожарных правил. На одном из эвакуационных выходов узкая лестница. Нет плана эвакуации. Персонал не проходил инструктаж по действиям в случае возгорания. Источники противопожарного водоснабжения находятся на расстоянии свыше полукилометра, а должны быть в радиусе 200 метров. Однако самое грубое нарушение связано с тем, что немобильных больных расположили на втором этаже. А в случае какого-нибудь происшествия, как бы их эвакуировали. Возможно, организация уже сделала работу над ошибками, но нас не пустили, чтобы это проверить. Причем сначала сотрудники согласились с нами встретиться. Но потом резко передумали. Сказали, что сразу трем старикам стало плохо, а я и мой оператор могут быть носителями коронавируса. Тем не менее, самого факта это не отменяет. После проверки городская прокуратура обратилась в суд. По решению высшей инстанции пансионат закрывают до момента, пока владельцы не устранят все нарушения. Организация пыталась обжаловать приговор в областном суде, но результатов это не принесло. Кстати, в Прибайкале это не единственный пансионат для престарелых, где пренебрегали правилами безопасности. В Братском центре социального обслуживания были выявлены захламленные эвакуационные пути. К тому же там не провели обработку деревянных конструкций крыши здания огнезащитным составом. Здание центра на момент проверки не в полной мере отвечало требованиям пожарной безопасности. Кроме того, индивидуальным предпринимателям, с которым центром заключен договор по оказанию услуг питания, были допущены нарушения санитарно-эпидемиологических требований. В связи с этим прокуратурой района, директору центра внесено представление, которое рассмотрено и удовлетворено. Нарушения законодательства устранены. Не все в порядке оказалось и у предпринимателя, который предоставлял центру соцобслуживания питание. Были выявлены нарушения на кухне, персонал работал без специальной санитарной одежды, а сырье и полуфабрикаты находились вместе с готовой продукцией. Директора центра и бизнесмена оштрафовали. И, пожалуй, это самая малая цена по сравнению с жизнью и здоровьем людей. Ольга Харнутова, Виктор Черкашин, Павел Рютин. Новости по будням.